Добрый вечер! В прямом эфире проект «Смотри Хабаровска» в студии Олеся Куприна и Иван Печников. Сегодня говорим о частных музеях. Кто ими занимается, зачем они вообще нужны и можно ли на них зарабатывать? У нас в гостях директор музея «Мир говорящих машин» Евгения Веретенникова. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Иван, Олеся. Спасибо за приглашение. Евгения, предлагаю начать сначала с рассказа о вашем музее. До появления «Мира говорящих машин» это же была ваша частная домашняя коллекция. С чего вообще началось это увлечение? Как первый раритет музыкальный? Зачем вы его искали и нашли? Да, изначально это была наша семейная коллекция. Вообще это было хобби, не было даже слова «коллекция». И это просто совпали обстоятельства. Мы с мужем любим музыку. И решили слушать музыку на пластинках. Потом появился первый, скажем так, ну не старинный, но старый экспонат. Это советский Патефон ПТ-3. Ну а с этого момента затем мы начали коллекционировать уже самые разные музыкальные говорящие машины. И на сегодня наша коллекция охватывает столье звукозаписи. Скажите, я так понимаю, что это просто уже дома все не помещалось, и вы решили, что пора бы открывать музей. Или как это было? Да, у нас был такой долгий путь к музею. Изначально вообще основная часть хранилась в кабинете у Андрея. И все это было в таком очень компактном, сжатом виде. Все Патефоны были в закрытом состоянии. Пластинки тоже хранились в ящиках. И затем у нас была небольшая экспозиция временная в Городековском музее. И вот именно там уже мы первый раз попробовали экспонировать нашу коллекцию. Ну и, в принципе, после этого пошли уже какой-то дорогой к музею. Евгения, сейчас у вас в музее есть три зала. Это вот Винтаж, СССР и Диско. Что в каждом из них хранится? Расскажите по подробнее. Столько экспонатов. Лично я был там потрясающе. Ну-ка, давайте расскажите всем. Спасибо большое. Да, первый зал Винтаж, он посвящен эпохе становления медиаиндустрии. И там собраны самые старинные музыкальные экспонаты. Не только связанные со звукозаписью, но и механические. Это, конечно же, музыкальные шкатулки самые разнообразные. Затем уже появился первый звукозаписывающий аппарат. Это фонограф Томаса Эдисона с фосковыми валиками. Ну и затем уже граммофоны в самых своих различных вариациях. Здесь собрано вот самое зарождение медиаиндустрии. А затем уже мы идем в зал СССР. Понятно, что он посвящен советскому периоду. И там другое настроение, больше ностальгическое. Там же советская граммофонная промышленность. Пластинки мелодия, политические пластинки. Речь Сталина, Ленина, Надежды Крупской. В общем, все разнообразие советского граммофонного мира. Ну и последний зал диска. Он такой немножечко у нас как солянка сборная. Здесь представлены все аудиоформаты, которые существовали уже непосредственно до возникновения цифрового звука. Это и кассеты, которых было на самом деле порядка 27 штук. Мы знаем только основные. Это компакт-кассеты. На самом деле их было значительно больше. Это и компакт-диски, и любимые, конечно, виниловые пластинки. И разнообразные записывающие диктофонные форматы. Ну вот, кстати, сейчас мы видим кадры экскурсии по музею с музыкантом Михаилом Никитиным. Вы нас любезно к себе позвали в гости. Мы здорово там прошлись. Посмотреть репортаж можно на нашем YouTube-канале, телеканал Хабаровск. Но вообще лучше, конечно, лично заглянуть в музей. В музее мироговорящих машин не только проводят экскурсии. Там недавно возродили давнюю городскую традицию встречи клуба филофонистов. В 80-х годах клуб заседал во дворце культур-профсоюзов, а затем переместился в самое подходящее для него место, в вашем музыкальном музее. Подробнее об этом расскажет наш коллега Анастасия Незнанова. Виктор Ласло. Если я помню, это первый альбом. Значит, певица, можно сказать, что это французская шаде. Анатолий Воронков – меломан. В его домашней фонотеке тысячи экземпляров виниловых пластинок и других музыкальных носителей. Вместе с единомышленниками он каждые выходные приходит в музей мироговорящих машин. В середины лета здесь собираются участники клуба филофонистов. Ранее собирались в Доме профсоюзов, но там условия были, мягко говоря, не совсем подходящие. На улице, в коридоре толкались, нас оттуда иногда вежливо просили. Филофонисты коллекционируют звукозаписи на разных аудионосителях. Клуб таких увлеченных людей образовался в Хабаровске в 70-х годах. Именно они продвигали в городе музыкальную культуру. Проводили дискотеки, обменивались пластинками, писали тематические статьи в газеты. За это в клубе им начислялись баллы. Строился, так сказать, рейтинг. Рейтинг того же или очередь. Очередь в магазин «Мелодию». Там в подсобке стояли, приходили какие-то коробки. Как правило, две, ну иногда три коробки выделялось на клуб филофонистов. Ну и вот те люди, кто больше баллов набрал, заходил первым. Интерес к винилу начал угасать с появлением более практичных компакт-дисков. Однако примерно в 2005 году произошла реинкарнация винила. Люди снова стали увлекаться пластинками, чинить старые виниловые проигрыватели и выпускать новые. Лучше аналогового звука нет. То есть для меломана, меломан всегда хочет услышать музыку. Или классическую, или народную, или рок-музыку. Всегда хочет услышать в аналоговом звуке. А виниловая пластинка – это прежде всего аналог. Расставаться с пластинками меломанам не жалко. У каждого из них дома хранятся тысячи записей. Помимо винила – это диски и аудиокассеты. Это настоящие фирменные кассеты, которые мы в 80-х годах покупали аж по 10-12 рублей. Вот в то время это были немалые деньги. Клуб филофонистов собирается в Музее мир говорящих машин каждое воскресенье в 12 часов дня. Приходить на встречи могут все, кто любит музыку и хочет поддержать ее в руках. Евгения, у вас очень много экспонатов. Кстати, сколько в музее? Больше пяти тысяч. Больше пяти тысяч. Скажите, какой самый любимый, самый, я не знаю, тот, который вот прям ваш? Особенный. Да, расскажите о нем подробнее, пожалуйста. Который ни за что никого не отдадите. Ну, вообще сложно для любого коллекционера выделить любимый экспонат, потому что у нас уже столько много историй, связанных с коллекцией. Ну, наверное, один из самых ярких, любимых, потому что это наша действительно семейная история, семейная ценность, это фонограф Томаса Эдисона. Мы его приобрели на аукционе, на ebay и выписали в Ацмерики, привезли сюда. Да, услышали, когда в Хабаровске включили и поставили валик. Это было, конечно, незабываемое ощущение. И в музее, насколько я знаю, вы его храните под колпаком и не включаете. Да, нам вообще сказали все закрыть колпаками. Мы вступили в Ассоциацию музыкальных музеев, и у любого музея, конечно, главная функция – это сохранить. Но вот фонограф мы накрыли стеклянным кубом, но иногда, когда есть возможность, мы открываем, протираем, включаем, заводим. Как раз это случилось для нашей программы. Да, да, да. Мне кажется, это просто желание Миши, Ваши, оно так совпало. Ну и мы были рады, что есть возможность еще раз его включить, послушать. Вы уже, кстати, сказали, что вы входите в Ассоциацию. Расскажите подробнее, какие Ассоциации частных музеев есть, какие вы входите? Первая Ассоциация, в которую мы вступили, – это Ассоциация музыкальных музеев и коллекционеров. Мы ее нашли в интернете, случайно, когда искали информацию, был подготовительный этап работы к открытию музея. Написали, списали, созвонились, показали, получили подтверждение, да, вы действительно музей, вы музыкальный музей. И таким образом вошли в состав этой Ассоциации. Ну, а сейчас мы подали заявку и вступаем в Ассоциацию частных музеев России. Это достаточно новая организация, она появилась в ноябре 2018 года. И это такая попытка людей, кто занимается частным музейным делом, систематизировать, объединить и дать вообще какую-то базу для работы частных музеев в России. Евгения, сейчас, кстати, в каталоге частных музеев, вот этой Ассоциации, нет ни одного из Хабаровского, вы станете первым. Скажите, зачем вам это нужно, вот это вот вступление в какую-то организацию? Не будет ли это накладывать каких-то ограничений на вас? Да, с одной стороны, это сразу предполагает определенные обязательства, то есть даются какие-то рекомендации, как нужно хранить, да, какая деятельность может проводиться в рамках работы музея. Но с другой стороны, для нас, в первую очередь, это возможность изучить опыт людей, которые занимаются музейным менеджментом уже достаточно долгое время, успешно, профессионально, потому что мы знаем, что, допустим, даже в Санкт-Петербурге, там, по-моему, порядка 200 музеев, да, посещение музеев в Санкт-Петербурге в разы больше, чем, допустим, театров, при том, что бюджетное финансирование значительно ниже. Евгения, я, кстати, знаю, что у вас была какая-то такая интересная история с питерским или московским музеем, когда они хотели взять ваши экспонаты, но при этом не говорить, откуда они, что за такая хитрая и интересная идея была. Такая история. Не было речи еще о музее, была просто наша коллекция, и как-то вышел по федеральному каналу в канун Нового года репортаж о нашей коллекции. Ее увидел Владимир Дерябкин, позвонил нам, да, и сказал, что уже, по-моему, 20 лет у него есть музей граммофона в Санкт-Петербурге, тоже частный, и вот вы можете выслать вашу коллекцию к нам в Санкт-Петербург. Ну, какая-то такая была история, мы, конечно же, отказались, и в итоге открылся собственный музей граммофона в Хабаровске, этому очень рады. Потрясающе. Евгения, расскажите, пожалуйста, частный музей, в моем понимании, вы сталкиваетесь просто с огромным количеством трудностей, да, в своей работе. Это так? Расскажите, пожалуйста. Потому что, ну, без поддержки, без государственной, вот... Трудности есть, наверное, как и в любом проекте. Я не могу сказать, огромные ли они, не огромные. Я очень рада, что у нас в Хабаровске есть люди, которые помогают нам, поддерживают, в том числе и администрация города Хабаровска. Вот, конечно, есть какие-то свои проволочки, связанные с отсутствием законодательной базы. Вернее, она есть, но нет каких-то четких, да, механизмов. Есть вопросы, связанные с хранением, есть вопросы, связанные с правильным экспонированием. Но это уже связано больше, наверное, с нашим собственным опытом, да, потому что мы не профессиональные музейщики. Мы все-таки коллекционеры, которые пришли в музейную область. И вот за год мы пока еще не наработали достаточно опыта для того, чтобы делать это все отлаженно. Ну, вот мы на пути к этому, да, дорогу осилит идущая. То есть получается, что даже такие вещи, как правильно экспонировать, это все регламентируется? Это вот сказали, да? Да, конечно, да. Особенно это касается каких-то уникальных экспонатов, где должен быть выдержан температурный режим, влажность, количество света и так далее. Ну и что касается вот наших музыкальных экспонатов, мы сами, конечно, это все прочувствовали, потому что какие-то пластинки, да, они могут деформироваться из-за того, что, допустим, было очень жарко, да, дали отопление, зима была теплая, вот. Ну и мы вынуждены были с этим бороться. И я знаю, что наверняка есть сложность еще с тем, что здание, в котором расположен ваш музей, это все-таки архитектурный памятник, да, и там тоже нужно поддерживать особенную атмосферу. Да, да, мы взяли на себя обязательства по сохранению этого памятника архитектуры, поскольку мы занимаем его, да, мы должны обеспечить его сохранность. Ну да, там есть тоже свои некоторые проволочки, но в принципе мы пока с этим справляемся. То есть получается, что, в общем-то, вы справляетесь, то есть вот никакие вот эти нормы на вас не влияют. Вы молодцы, вы создали первый в Хабаровске частный музей, и все хорошо. Спасибо большое. Я еще раз повторю, что есть какие-то свои препятствия, проблемы, но не настолько, чтобы прекратить заниматься этим делом. Ну что ж, продолжим говорить о частных музеях в России, и в частности в нашем прекрасном Хабаровске после небольшого перерыва. Субтитры создавал DimaTorzok Хочешь шикарную шубу за полцены? Северина заморозила цены? Торопись! Шубки тают на глазах! ТРЦ Горизонт! Раскройте талант вашего ребенка! Клуб спортивного бального танца «Мозаика» объявляет набор в группы от 4 лет. За 33 года мы воспитали десятки победителей и призеров российских и международных соревнований, финалистов чемпионата мира. Танцевальный клуб «Мозаика» 722-111. Компания «Инталия» представляет скидки на натяжные потолки до 50%. Звони 70-40-40. «Инталия» 70-40-40. Выставка российских производителей «Столица меха» объявляет специальные летние цены. Шубы известных фабрик Москвы, Пятигорска и Кирова со скидками до 50% напрямую. Без посредников. Встречайте новые коллекции в вашем городе. Субтитры создавал DimaTorzok От режиссера фильма «Остров» Павла Лунгина. Город ждал всех на колбасах. Опомнись, Государь. Никого не пощежу. Прекрати кризис языческой. Вершится воля Божьей. Не воля Божьей, а свою творишь. Слышка, помогай, кто попастал. Государь перед тобой, Владыка. Не вижу я, Государь. Не могу узнать его. И в одеждах этих, и в делах его. Не прикослось к державе нашей. Не допостигнет тебя гнев мой. Великий грех творишься, Государь. Слышь, Владыка. Как сад несет, в земле творится. Чего ты с державой творишь? Я всему свету показал, что ад мы не всем себе. И против всего ли моей. Нет! Я не трополита! Миловать их. Миловать. Пусть я и грешник. Как человек, но как царь-то я. Праведен! Стой! Вернись! Филипп! Благослови меня. Уходи, если нет. Нет для тебя моего благословения. Царь. Смотрите в эту субботу в полночь на телеканале Хабаровск. Добрый вечер. В прямом эфире проект «Смотри Хабаровск» в студии Олеся Куприна и Иван Печников. Сегодня говорим о частных музеях. Кто ими занимается, зачем они вообще нужны и можно ли на них зарабатывать. Отвечать на эти вопросы нам будет гость студии, директор музея «Мир говорящих машин» Евгения Веретенникова. Да, Евгения, расскажите, это самый интересный вопрос. Можно ли заработать на частном музее? Вот сколько у вас посетителей? Сколько стоят билеты? Как часто они приходят? Мир зарит ли он вас в конце концов? Или вы работаете в угодках? Расскажите, пожалуйста. Я знаю совершенно точно, что в западных регионах есть музей, который функционирует именно как бизнес. И это возможность действительно заработать деньги. Для нас музей это пока социальный проект, но мы на это пошли осознанно, мы понимали, что будут сложности определенные. На сегодня все, что музей зарабатывает, он все инвестирует в содержание здания, в приобретение новых экспонатов, техническое обслуживание и так далее. У вас бывают посетители, как русские, так и иностранцы. Что их больше всего удивляет, умиляет? В общем, в каком зале, на каком месте они больше всего начинают визжать? Ну, поскольку большинство экскурсий веду я сама, и у нас такой очень тесный, близкий контакт с посетителями, то я уже поняла, что нашим людям очень... им понравится зал СССР. Это ностальгическая такая... Потому что там пластинки со сказками, да? Там пластинки со сказками, там воспоминания о бабушках, у которых были такие патефоны, там воспоминания о родителях, которые слушали эти пластинки, о папе, который купил какую-то дорогую пластинку, и мама на него сильно ругалась. Там потрясающий старый телевизор стоит. Да, старый телевизор, телерадиола. В общем, там очень много таких вещей, которые связаны именно с нашей историей, которую мы помним еще. Все с вами история Советского Союза. А иностранцы? Иностранцы? Иностранцы тоже любят зал СССР, их интересуют голоса политических деятелей, но, что мы поняли, им также интересен зал Винтаж, как это ни странно, потому что у нас были туристы из Германии, из Франции, из Японии, и там тоже есть музеи граммофонов. Они говорят, но именно в вашем музее у нас появилась возможность послушать, потому что в основном, конечно, если вы приходите в музей граммофонов, то это возможность посмотреть либо послушать на каком-то цифровом медианосителе. А здесь есть возможность, мы именно включаем. Евгения, я знаю, что очень много детей приходит к вам в музей, как часто, и вот где они больше всего любят постоять, посмотреть, послушать? Проводите ли, кстати, тест на историю кассета и карандаш? Да, мы проводим такой тест. У нас вообще много может быть всяких тестов, например, известная советская игра, электроника, болт с яйцами, и очень многие дети интуитивно начинают увеличивать экраны, тыкать и так далее. Даже вот, к сожалению, на одном из таких экранов уже он потек, будет производиться замена экспоната. Детей очень много приходит, и мы этому рады. Вообще, одна из причин, почему мы хотели открыть музей, это рассказать детям вот эту вот аналоговую историю. И если приходят дошкольного или младшего школьного возраста, то им, конечно, интересна механика, звуком мы им показываем, включаем граммофон, там есть у нас специальные старинные пластинки с детскими песнями. Если приходят дети-подростки, то мы рассказываем о запрещенной музыке на костях, на рентгеновских снимках, и они чувствуют это бунтарство, и это им близко, да, в силу их возраста. И все, конечно же, любят зал диска, где мы включаем просто какую-то хорошую музыку, где они слушают, танцуют, поют, фотографируются. Для них это такое... Я вижу, что для них это место, которое приносит радость. Мы получаем очень много положительных отзывов именно от детей. Это не так, что мама там пришла и сказала, скажи спасибо, а это именно то, что они нам рисуют там всякие картинки, смайлики, пишут отзывы. Мы очень рады, мы счастливы, что вся эта история произошла. А приходят люди, дети, иностранцы, музыканты, которые говорят, вот, вот у меня дома хранится, хочу, чтобы было в вашем музее. Да, у нас есть специальная программа, дарители музея, и люди, кто передают экспонаты в музей, мы проводим экскурсии для семей, дарителей, проводим какие-то встречи, да, собираем их, людей, пытаемся как-то поддерживать связь. И благодаря такой программе у нас и появились тоже часть экспонатов в нашей коллекции. Евгения, я все-таки не могу от вас отстать по поводу экономики. Да, по данным российской газеты, вот, плата за вход составляла всего лишь от 10 до 30% всех доходов частных музеев. Вы сказали, что это уже социальный проект у вас, да, больше. И все же, как вы живете? Ну, мы живем настолько, насколько нам позволяют наши финансовые ресурсы, да, которые мы получаем с продажи билетов. То есть, если в каком-то месяце пришло не очень много людей, то, значит, мы где-то ограничиваем, да, покупку каких-то экспонатов. Вот, если пришло большее количество людей, то мы можем уже инвестировать, там, поучаствовать в каком-то аукционе и так далее. Ну, и плюс, конечно, планирование, вот, где-то ты смог заработать, там пришло большее количество людей, значит, ты откладываешься на следующий месяц, значит, что у тебя начнется отопительный сезон. Я думаю, как любое, в принципе, предприятие. Вы сказали, что западные регионы, они строят эти музеи даже как бизнес, они окупаются, но вот есть мнение, что частный музей по определению себя окупить не может, его содержание требует слишком много ресурсов, да, особенно если музей находится в памятнике архитектуры, что, ну вот, просто невозможно существовать. Вы существуете за счет того, что вы просто фанаты музыки, да, скажем так, вы хотите, чтобы она жила в нашем городе, и еще они знали новые-новые поколения о том, какая музыка была и как она развивается. Но вот тем не менее, все-таки, если какой-то человек сейчас нас смотрит, и у него дома есть какая-то коллекция, не обязательно музыкальная, он решит, что я хочу организовать свой частный музей, есть ли у вас какой-то совет для того, чтобы человек вот на одном энтузиазме смог дальше прожить и не застопорился только на уровне идей, что ему нужно сделать? Вот правильное слово, да, это что нужно сделать. Мало хотеть и мало энтузиазма, нужно именно делать. И я хочу сказать, что однажды меня пригласили на конференцию, где попросили рассказать об истории нашего музея, как мы его открыли. Я хочу сказать сразу, что когда мы пришли к идее музея, я вот честно гуглила, как открыть музей. Я пыталась найти, ну, какие-то шаги и советы или еще что-то. Естественно, ничего этого нету в интернете. Дать какой-то совет, который может быть стопроцентно эффективным или универсальным, не могу, потому что у любого частного музея своя собственная история. Что нужно сделать? Нужно просто работать в этом направлении, писать какие-то презентации, да, составлять, описывать свои... Искать инвесторов, может быть, краудфандинг какой-то. Да, да, это вот много разных историй, может быть. Меценатство, да, сейчас вот тоже. У нас история была такая, что мы нашли просто единомышленников в нашем городе, люди, которые... Которые мы приходили и говорили, у нас есть такая история, мы хотим ее реализовать, если вы можете нам чем-то помочь. И вот такая совместная история, список всех этих людей есть на нашем сайте. Я всегда их благодарю при каждом удобном случае. И сейчас еще раз говорю спасибо людям, которые помогли нам в открытии музея. Вы говорите про единомышленников в Хабаровске, но скажите, обмениваетесь ли вы с коллегами или коллекционерами опытом, или, может быть, экспонатами, которые живут в других городах России, может быть, даже в других странах? Расскажите об этом. Да, есть у нас несколько людей, с которыми мы поддерживаем связь в Москве. Но это именно, скажем так, не музейщики, а именно частные коллекционеры. Сейчас мы собираемся в сентябре ехать на выставку, посвященную частному музейному делу. Это первая такая выставка. Она пройдет в выставочном комплексе «Сокольники». И там, конечно, мы планируем уже наладить более тесные контакты. Потому что понятно, что у нас на Дальнем Востоке частное музейное дело, оно сейчас находится в таком очень стартовом состоянии, в состоянии, когда мы это все сейчас начинаем. Как вы себя промоутируете? Как вы рассказываете людям о том, что вы существуете? Может быть, вы приходите в школы и раздаете какие-то брошюры? Дорогие дети, приходите, узнавайте. Или тот же Инстаграм ведь у вас есть, прекрасно работает. Да, основной формат информации, который мы выбрали для оповещения о новостях в музее, это социальные сети сегодня, как наиболее, наверное, интенсивно развивающийся информационный канал. Мы всегда благодарны, когда люди нас рекомендуют, рассказывают. И вот такими средствами мы рассказываем о нашем музее. Ну что ж, Сарафан на радио, думаю, тоже работает. И что я, что Иван уже многим рассказывали про музей. Обязательно. Спасибо большое. Спасибо вам большое за то, что вы работаете, за то, что сохраняете историю и передаете ее. Ну а мы на этом завершаем сегодня наш эфир. Здорово поговорили о частных музеях, о том, что они существуют и могут существовать. И самое главное, что их можно открывать больше. И самое главное, нужно. Да, сегодняшний эфир, а также все остальные выпуски нашего проекта «Смотри Хабаровск» вы можете найти на нашем канале в Ютьюбе. Также подписывайтесь на нас в Инстаграме, адрес кхв.тв. Ну а мы, Иван Печников, Олеся Куприна и Евгения Веретенникова, прощаемся с вами. Пока-пока. А девка на тебя пялится. Как же рано я сдалась. Хотела помариновать тебе дней сорок. Я тоже хотел. На сорок дней он бы не простоял. Продолжение следует...